Всем привет! В одном из своих старых роликов я делал вентилятор высокого давления, чтобы сдувать стружку и охлаждать фрезу при работе станка. Так вот, для привода вентилятора я делал свой бесколлекторный электродвигатель с магнитопроводом из порошкового железа, и я говорил, что попробую сделать по такой технологии более мощный электродвигатель. И похоже, это время наступило. Тем более механически бесколлекторный двигатель устроен очень просто. Несколько магнитов на роторе, статор из магнитом мягкого материала и немного медного провода. Остальную работу делает контроллер. Следит за положением ротора и подает ток на разные обмотки, чтобы двигатель вращался. Если вкратце, то хочу сделать водонепроницаемый двигатель с грибным винтом, который можно приделать хоть к лодке, хоть к куску пенопласта, и он поплывет. Но в этот раз я попробую сделать более длинное и подробное видео, чтобы больше зрителей понимали, почему я буду применять те или иные решения при конструировании, и почему двигатель будет именно для водного применения. Сразу скажу, что для меня это в первую очередь тренировка и опыт, так как в процессе изготовления будут и токарная работа, и фрезеровка, и литье алюминия. Опять же, уплотнение вала надо сделать, чтобы вода в двигатель не попала. В общем, должно быть интересно. Сначала хочу сказать пару слов об основных параметрах электродвигателей и как они связаны с самой конструкцией двигателя. Кстати, хотя разговор идет о бесколлекторных двигателях, таких как мотор-колеса или моторы для всяких авиамоделей и коптеров, но эта информация более или менее актуальна и для других типов электромоторов. И начнем мы, конечно, с мощности. Мощности всегда мало, нужно больше мощности. Вообще, мощность – это работа, произведенная за промежуток времени. Но в случае двигателя, который крутится, неважно, бензиновый, дизельный или электрический, мощность на валу – это произведение крутящего момента на угловую скорость. Угловую скорость можно заменить на количество оборота в минуту. Здесь для нас главное не цифры, а то, что и момент, и скорость вращения вала одинаково влияют на мощность. То есть, маленький двигатель со слабым крутящим моментом, но который при этом быстро вращается, может развивать такую же мощность, что и большой двигатель с большим крутящим моментом, но маленькими оборотами. Например, шуруповерт на первой скорости с большим моментом может закрутить длинный саморез, но медленно. А на второй скорости можно быстро крутить короткие саморезы, но длинные не получатся. При этом двигатель в шуруповерте в этих режимах развивает одинаковую мощность. Мощность, развиваемая электрическим двигателем, равна произведению тока на напряжение и на КПД двигателя. КПД мы пока не трогаем. И можно с некоторым упрощением считать, что сила тока отвечает за крутящий момент, так как увеличивая ток через двигатель, мы увеличиваем крутящий момент. А напряжение отвечает за скорость вращения двигателя. Дело в том, что при вращении двигателя в его обмотках появляется электродвижущая сила, которая вычитается из напряжения, которое мы подаем на двигатель. И чем быстрее крутится двигатель, тем больше этот эффект. В какой-то момент двигатель просто не сможет больше разгоняться, даже если на него нет никакой нагрузки. Это будут обороты холостого хода электродвигателя, которые зависят от напряжения. Например, увеличивая напряжение в два раза, обороты холостого хода тоже увеличатся почти в два раза. И сейчас очень важный момент. Оказывается, что и для электродвигателя, и для электрогенератора для увеличения мощности лучше увеличивать именно напряжение, а не ток. Дело в том, что максимальная мощность электромотора ограничена в основном теплом, которое выделяется на обмотках двигателя. Двигатель может просто сгореть, если не будет успевать отдавать тепло в окружающую среду. И греет обмотки именно ток. Причем в формуле количества тепла сила тока стоит в квадрате. Если увеличить ток в два раза, то мощность увеличится тоже в два раза. А вот тепла выделится больше уже в четыре раза. При этом увеличение рабочего напряжения к таким последствиям не приводит. Именно поэтому при передаче электроэнергии на больших расстояниях применяется высоковольтная линия электропередач. В них меньше потерь. Разберем отдельный зуб статора с обмоткой. По сути это просто электромагнит, который в определенные моменты включается и выключается, или меняет направление магнитного поля. Сила этого магнита зависит от силы тока и количества витков намотанного провода. Больше витков, больше тока, больше сил электромагнита. Также чем больше витков, тем больше величина противоэдс. Количество меди, которое мы можем натолкать в паз, ограничено. Но оказывается, что выгоднее намотать катушку проводом меньшего сечения и увеличить рабочее напряжение. Тогда количество витков будет больше, и чтобы получить ту же силу магнита, ток можно уменьшить. И даже несмотря на то, что сопротивление катушки увеличится, нагрев все равно будет меньше, так как сила тока у нас стоит в квадрате. Электродвигатель по возможности нужно проектировать на большее напряжение, но, конечно, в пределах разумного. Теперь по конструкции двигателя. Начнем с магнитов. Чем сильнее магниты, тем мощнее можно сделать двигатель. Также, в общем случае, чем больше количество магнитов и зубов на статоре, тем будет больше крутящий момент и мощность двигателя. Здесь видно, что расстояние между магнитом и зубами статора меньше во втором случае, а следовательно сила взаимодействия будет больше. Хотя бы просто разделили магнит и статор на две части. Количество вещества осталось то же самое. Но, правда, сильно делить магниты тоже нельзя, так как увеличиваются другие типы потерь. Нужно чаще переключать обмотки. Существует определенное оптимальное количество для двигателей с разными расчетными оборотами. Чем меньше расчетные обороты, тем сильнее можно дробить магниты. Следующий параметр – это зазор между статором и ротором с магнитами. Конечно, чем меньше, тем лучше, но я проводил опыт с ротором и одной катушкой. Так вот, начиная с 2 мм, ЭДС в катушке быстро растет, но уже после 1 мм рост совсем небольшой. Я даже сбежал настолько, что ротор терся о катушку. Так что по опыту скажу, что меньше 0,3 мм зазор делать не имеет смысла. Теперь про магнитопровод. Это то, на чем намотана медь. Вообще двигатель может работать и без него, но именно через магнитопровод, если говорить упрощенно, магнитное поле достает до дальних витков намотки. Без магнитопровода витки нужно размещать как можно ближе к магнитам, а сами магниты нужно брать толстые, чтобы магнитное поле доставало подальше. Во всех двигателях промышленного производства применяют магнитопровод из тонких пластин электротехнической стали. При работе двигателя в магнитопроводе возникают токи фуко, которые его нагревают, а это прямые потери и уменьшение КПД. Поэтому чем выше частота коммутации обмоток, тем тоньше должны быть пластины стали. У магнитных материалов много параметров, но мы остановимся на одном. Это индукция насыщения. Она показывает, насколько сильным может быть магнит с сердечником из нашего материала. Для электротехнической стали это около 2 Тесла, но в электромоторах также должно происходить и быстрое перемагничивание. Поэтому в них используются материалы с индукцией насыщения поменьше, около 1,5 Тесла. То есть, если у нас есть катушка с сердечником, и мы увеличиваем через нее ток, то поначалу сила магнита становится больше, но когда все магнитные домены в материале сердечника сориентируются по магнитному полю, рост силы практически остановится. В своем двигателе я буду применять магнитопровод из порошкового железа, смешанного с эпоксидной смолой. Вот с таким магнитопроводом я когда-то экспериментировал. Смесь порошка эпоксидки была залита в опалубку, напечатанную на 3D принтере. Пластик я потом отковырял. Здесь даже видно слои от печати. Примагничивается к магниту почти так же, как обычная железка. Может немного слабее. Конечно, индукция насыщения такого материала неизвестна, но у меня на этот счет есть небольшая теория. Есть еще такой материал, как феррит. Это спеченная смесь оксидов железа с оксидами других металлов. Не проводит электрический ток, поэтому используется на очень высоких частотах, в различных трансформаторах, дросселях и тому подобное. Индукция насыщения 0,3-0,5 Тесла. Так вот, если взять кусок феррита, то кроме железа, который отвечает за магнитные свойства, там еще полно кислорода, не считая других немагнитных металлов. В моем сердечнике эпоксидки всего 15%, остальное это железо. Так что будем надеяться, что индукция насыщения будет больше, чем у феррита. В какой-то статье для порошкового железа видел цифру в 1 Тесла. В принципе, похожий на правду. Сам материал больше похож на крепкую пластмассу. Сверлится легко. Я думаю, и фрезероваться будет так же. В саму смесь можно заливать форму будущего магнитопровода. А можно заливать заготовки, а потом обрабатывать более точно. Например, если статор для двигателя, в котором магниты находятся на периферии, то фрезеровать пазы под обмотку можно на четвертой оси вообще без проблем. Так как материал не проводит электрический ток, то потери на вихревые токи минимальны, а провод можно наматывать прямо на сердечник. Конечно, я понимаю, что если бы все было так хорошо, то все бы делали такие сердечники. Скорее всего, характеристики будут хуже, чем у нормальных заводских. Зато для самодельных двигателей и генераторов, по-моему, вполне подойдет. У меня мой двигатель уже 2 года работает. И еще пару слов о мощности применительно к электромоторам. Есть мощность номинальная, на которой двигатель может работать сколь угодно долго, не перегреваясь. И максимальная, на которой двигатель может работать непродолжительное время до перегрева. Она, как правило, в несколько раз выше. В хороших условиях охлаждения, например, под водой, номинальная мощность мотора будет больше. С основными тезисами вроде разобрались. Теперь посмотрим на несколько моторов в натуре. Обычное мотор-колесо от гироскутера. 250 ватт, 36 вольт, обороты холостого хода 700. А вот эта кроха весит грамм 50, на 12 вольт и обороты 6000. Максимальная мощность была указана 160 ватт. Номинальная, думаю, около 50 ватт. Обратите внимание, серединка здесь стальная, чтобы замкнуть магнитный поток от магнитов. Статор 12 зубов, на роторе 14 магнитов. Ну и мой самодельный двигатель вместе с вентилятором. Работает от 12 вольт, холостые обороты 20000. Здесь два статора по 6 зубов и 4 магнита на роторе. Но, что мне нравится в таком типе мотора, работают обе стороны магнита. У меня он работает от слабого контроллера и потребляет всего 2 ампера. Множим на 12 вольт, это 24 ватта. Само собой, он вообще не греется. А вообще, я его подключал к контроллеру на 30 ампер и просто тормозил вал пальцами в перчатке, чтобы ток через двигатель шел максимальный 30 ампер. Секунд за 15 он нагрелся до 60 градусов. 30 ампер ему многовато, это с натяжкой можно считать за его максимальную мощность. То есть ватт 350-400. Но если ток будет 15 ампер, нагрев уменьшится примерно в 4 раза. Так что номинальной мощностью для этого двигателя можно считать 150-200 ватт. Цифры эти примерные. Вообще, такое меряется на специальных стендах. А теперь, зная основные зависимости, можно представить, как можно переделать этот двигатель на большую мощность. Например, можно увеличить напряжение с 12 до 24 вольт. На том же токе в 15 ампер, чтобы не перегревать обмотки, обороты мотора и мощность увеличится в 2 раза. Но если нам не нужны большие обороты, мы можем добавить 4 магнита на ротор. Там место свободное есть. Тогда обороты упадут в 2 раза. Но и крутящий момент увеличится в 2 раза. В итоге, добавив магнита и увеличив напряжение, мы подняли номинальную мощность мотора в 2 раза. Берем провод потолще, увеличиваем обороты. И ток можно больше пропускать, так как сопротивление обмоток уменьшится. И так тоже мощность можно повысить. В общем, возможности и масса. Плюс отдельно еще охлаждение на номинальную мощность влияет. Поставить крыльчатку, чтобы воздух гоняло через обмотки. Или жидкостью охлаждать. Или вообще весь двигатель под воду сунуть. Все это увеличит номинальную мощность. Можно и наоборот сделать. Обмотайте киловаттный двигатель минваттой, и он у вас на 100 ваттах сгорит. Теперь, почему именно двигатель для работы в воде. Понятно, что в воде условия для охлаждения гораздо лучше. Также такие двигатели стоят намного дороже. Хотя там те же материалы, что и в обычных. Но здесь дело в другом. Если посмотреть на график зависимости сопротивления водоизмещающего судна от скорости, то видно, что сопротивление с ростом скорости растет очень быстро. Не так, как на воздухе. Все дело в волновом сопротивлении. При движении образуются волны, на которые расходуется очень много энергии. И при достижении определенной скорости, которая зависит только от длины нашего плавательного средства, дальнейшее увеличение мощности двигателя практически не увеличивает скорость. Для байдарки длиной 3 метра, это скорость примерно 9 км в час. Я тут сделал примерный график зависимости скорости от мощности двигателя для своей байдарки. На 50 ваттах скорость примерно 2-3 км в час. Веслом нужно работать еле-еле. При 5 км в час мощность нужна где-то ватт 150-200. Грести уже нужно нормально. А чтобы разогнаться до 8-9 км в час, нужно уже ватт 600-700. Человек такую мощность может поддерживать секунд 10. Кстати, на весле у меня получалось только 8 км в час. Правда, тут дело не только в мощности, но и в том, что лодка при гребле двигается зигзагами. А 9 км в час у меня получилось при помощи приблуды с винтом и мотор-колесом. Смысл такой, что какой бы мощности у меня не получился двигатель, он в этот график укладывается. 200, 300, 400 ватт разница в скорости небольшая. Даже если будет 50 ватт, то будет неплохая прибавка к веслу. А моего аккумулятора от велосипеда хватит часов на 20 работ. Если же номинальная мощность будет больше 500 ватт, то можно уже будет подумать о подводном крыле. Само собой, по конструкции двигатель должен быть с внутренним ротором и с длиной больше, чем диаметр. По сути, должен получиться узкий длинный цилиндр с валом для винта с одной стороны. Разговоры разговорами, но надо сегодня хоть что-нибудь начать делать. И начнем лучше с ротора. Ротор будет из трубы диаметром 27 мм. Это экономия веса. Материала, чтобы замкнуть магнитный поток, тоже достаточно. Да и балансировать будет проще. Более-менее выставил, нужно только подровнять. Снять пару десяток. Продолжение следует... Место под передний подшипник с внутренним диаметром 25 мм. Ширина подшипника 7 мм, но он у меня будет воспринимать еще и осевую нагрузку. Так что длина проточки 6,5 мм. Теперь другую сторону. Переход видно, но ступеньки не ощущаются. При перевороте деталь старался выставить поточнее. В любом случае нам нужно точить дальше. В отличии от переднего подшипника, посадку под задний подшипник я решил немного прослабить. Так как разбирать двигатель придется часто и снимать именно задний подшипник. Да и нагрузка на него будет только радиальной. А вот так снимается слотка. Я сначала точил и мерил стандесциркулем. При этом боялся, что когда придут подшипники, то ничего не налезет или наоборот будет шататься. Но потом нашел у себя внутреннюю обойму роликового подшипника и оказалось, что таким стандесциркулем вполне можно мерить места под посадку. Пришли подшипники. Хотя грибной винт будет оказывать осевую нагрузку, я взял радиальный подшипник. Несущая способность такого подшипника около 400 кг. И 10 кг осевой нагрузки от винта он точно выйдет. Общая длина ротора получилась 107 мм. По 7 мм я оставил с боков, так как обмотки из статора будут немного выступать. Ну и 18 мм остается на выходной вал. Там будет переходник, наверное из алюминия, чтобы не ржавел, и с местом под уплотнением. Надо будет еще подумать. Магниты буду клеить в следующем ролике. Между ними должен быть одинаковый зазор. Предлагаю в комментариях ставить ставки, какой номинальной мощности получится двигать. Если не получится, можно писать 0 ватт. На самом деле я сам беспонятен. Конечно, ни о каких киловаттах речи не идет. Двигатель маленький. Для сравнения, рабочие обороты я рассчитываю такие же, как в маленьком моторчике 6000. Но работать он будет от 48 вольт. Ширина магнитов такая же, но они в 2 раза толще. А общая длина в 4 раза больше. У маленького магнита 12 магнитов в роторе, у меня 16. Также можете написать свои мысли по поводу уплотнения лавок. Может есть подходящие, готовые решения от каких-нибудь водяных насосов. На этом у меня сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok